всем привет мои дорогие спасибо огромное что вы нашли время посмотреть это видео я снимаю это видео уже во второй раз оказалось что у меня накрылся микрофон вот представьте я все сняла а звука нет просто мне пришлось делать дыхательную гимнастику чтобы как-то успокоиться но меня только поймет блогер а если вы сейчас смотрите меня в наушниках то вполне возможно вы меня не слышите и я информацию за дублирую где-нибудь вот здесь потому что этот микрофон моно микрофон и вы попробуйте не левый надеть наушник а правый но в каком-то из двух вы все-таки мой голос услышите но вот на сегодня к сожалению только так сегодняшнее видео будет полезно начинающим блогер блогерам блогерам которые только открыли свой канал потому что я получаю очень большое количество вопросов от них ответить каждому конечно не бывает достаточно трудно поэтому решила снять одно видео и рассказать все что знаю конечно же это не видео о том как набрать миллион подписчиков знаете есть такие видео на ютюбе как за короткое время выйти в топ конечно же нет я сама не в топе и свои миллионы я зарабатывала миллионы просмотров я имею ввиду зарабатывала годами сегодня вам расскажу просто о том на что стоит обращать внимание когда вы открыли свой канал я очень надеюсь что вам будет интересно итак во первых вам необходимо иметь записную книжку например вот такую как у меня потому что здесь я записываю все что мне нужно для видео какие мне приходят идеи как это видео будет выглядеть я иногда бывает знаете сплю или ну да не сплю просто лягу вечером и у меня какая-то мысль приходит я просто подскакиваю записываю это все в блокнот вот такое у меня тоже случается конечно же когда вы открыли ваш канал вам нужно подумать о теме видео которое вы будете снимать очень часто меня спрашивают вот я канал открыла о чем рассказывать не знаю так вот если вы не знаете о чем рассказывать значит вы еще не готовы снимать видео я не говорю о том случае когда знаете вас голове несколько тем там крутится вы и то и то и то и просто не знаете что выбрать это одно а вот когда вы даже не знаете о чем говорить о чем будет ваш канал то вам еще как бы рановато конечно же сегодняшнем видео сделал акцент на бьюти тематику ну понятное дело потому что я сама бьюти блогер вот здесь как раз в лакнотике у меня все записано о чем я сегодня буду говорить итак идея видео в первую очередь наверное было бы неплохо снять видео которое первое ваше видео которое популярно на данный момент на ютюбе обязательно посмотрите в поисковике прямо в ютюбе забейте какие видео сейчас самые популярные самые популярные темы я не знаю может быть теги какие-то на данный момент популярный может быть там не знаю что в моей сумке как что я там купила нового из косметики еще что-то вот именно на эту тему и попробуйте снять видео и я думаю что тогда вас посмотрит значительно больше людей на что снимать видео я думаю что первен первоначально это абсолютно не важно первое время вам нужно понять насколько вы дружите с камерой насколько вообще вот это хобби вам нужно насколько новым интересным поэтому первое время вы можете снимать и на смартфон сейчас такие камеры в смартфоне что просто чудесные что называется свою камеру вы можете установить там не знаю на кипу книг каких-то и в качестве света поставить не знаю лампу для чтения все что угодно первое время вам абсолютно ни к чему какая-то дорогостоящая аппаратура вам нужно понять нужно ли вам это как вы себя чувствуете как вы не знаю как вы как вы видите себя на экране и интересно ли вам это это самое блогерство если действительно все это для вас интересно если вам это понравилось если это понравилось вашим зрителям вот тогда уже стоит задуматься о том какую купить камеру как осветить свое видео потому что особенно если вы ведете бьюти-канал то конечно это очень важно потому что вы показываете цвет косметики не знаю там должно быть все корректно все должно быть качественно и поэтому стоит конечно уже озаботиться этой темой но поначалу пока вы еще не поняли насколько вам это интересно то вы можете обойтись самыми простыми что называется подручными средствами следующее что необходимо начинающему блогеру это подружиться с программами для монтажа сделать нужно это обязательно поначалу вы можете конечно обходиться без них но все-таки это экономить что называется и ваше время и время ваших зрителей потому что особенно сначала я не думаю что ваша речь будет длиться просто не знаю прекрасно и чудесно конечно будет много всего лишнего я вот сейчас очень много говорю именно потому что это болтологическое видео и я как-то особо и не рассчитываю снять его коротким она как раз получится очень очень длинным я это знаю а вообще я конечно стараюсь экономить и свое время и ваше время поэтому стараюсь видео оставить все только самые нужные четкие моменты вырезать все лишнее и оставить только все самое нужное поэтому конечно эти программы вам будут необходимы их нужно освоить что касается того мнение частенько спрашивали как вы научились там той или другой программе я не проходила никаких курсов я научилась этому в интернете интернет понятное дело это просто великая вещь в ней можно найти все я скачивала уроки именно по этим урокам я и училась но я не заставляла себя потому что это нужно мне просто это было безумно интересно именно поэтому я выучила не одну программу и в конце концов остановилась на программе которой я как раз сейчас и монтирую pinnacle studio на данный момент это 19 сначала это была просто взломанная программа сейчас мы уже ее купили я говорю мы потому что на определенном форуме мы просто сложились с любителями видеомонтажа и купили эту программу и сейчас удовольствием ей пользуюсь пользуемся также естественно я владею фотошопом потому что ну без этого тоже никуда и также еще одна программа которая помогает делать какие-то красивые заставки какие-то фишки и то есть к чему я веду постарайтесь освоить для начала самую простую я вот здесь обязательно напишу я сейчас не помню как называется самая простая элементарная программа учиться там особо даже нечему там есть вот самые нужные функции там самые самые простые вот не знаю титры вставить склеить какие-то кусочки что-то обрезать на дна первое время вам собственно говоря больше ничего и не надо но потом конечно же если вам будет интересно то уже вы освоите что-то более серьезное опять же в интернете есть вся информация нужно только проявить не знаю интерес ну и конечно же время далее вашему видео конечно же потребуется превью то есть это картинка та самая картинка которая привлекает вашего зрителя для того чтобы открыть это видео конечно же эта картинка должна быть красиво и яркая она должна отражать тему видео она должна вызвать желание нажать на это самое видео и его посмотреть опять же для этого вам нужно будет или фотошоп выучить или может быть это какая-то другая более простая программа сейчас их ну такое множество просто ну опять же я говорю что это увлеченные только люди этим могут заниматься если конечно нет кого-то кто вам может помочь я в принципе все делала сама и дальше уже конечно же нужно обратить внимание на название видео на теги это такая отдельная достаточно глубокая тема но опять же на ютюбе и просто в интернете огромное количество видео на эту тему во все это нужно просто внедриться все это нужно что называется все это нужно выучить всем этим нужно заинтересоваться озаботиться потому что это очень очень важно ваши названия они должны хорошо индексироваться поисковой системой они должны привлекать внимание но я кстати против всяких вот этих названий типа нтвшных там не знаю каких-то зазывных я стараюсь все-таки делать название более понятные но возможно где-то интригующие что такое чтобы вызвать ваш интерес интерес зрителей поэтому начинающие блогеры тоже обращайте внимание на название далее о заработке на youtube я уже вам рассказывала в принципе об этом говорили многие блогеры зарабатывать на ютюбе можно но конечно каких-то супер великих денег особенно поначалу вы не заработаете для того чтобы иметь какие-то деньги надо иметь стабильный канал который уже имеет большое количество просмотров большое количество аудитории это сейчас последнее время просто в половину урезались все доходы от канала именно потому что ну кризис и естественно реклама она очень дешевая особенно россия ну и наверное все постсоветское пространство я так понимаю поэтому если вы нацелены на то чтобы заработать это несколько иная история и тут я вам не советчик я могу рассказать только то что есть на моем канале конечно же раз уж мы с вами говорим о бьюти канале то думаю вы не станете спорить что обязательно бьюти блогер должен хорошо выглядеть я не говорю о том что там вы должны выглядеть как супермодель без единого изъяна супер красавица или что-то в этом роде конечно же нет я говорю о том что бьюти блогер все-таки вещает о красоте поэтому он должен быть ухожен он должен хорошо выглядеть именно это вызывает желание ваших зрителей вас смотреть и иначе мне кажется быть не может а к тому же конечно же это во первых уважение к себе уважение к своим зрителям выглядеть хорошо и безусловно также большое значение имеет фон потому что я уже не говорю там о каких-то вещах таких знаете типа незаправленной постели позади вас или не знаю вещах разбросанных об этом вообще речь не идет но все-таки вы должны подумать о том что ваш фон должен быть все-таки лаконичным он должен быть обязательно аккуратным потому что но опять же это уважение к себе и уважение к своим зрителям конечно же как любому блогерю мне тоже хочется постоянно менять свой фон что-то новое но естественно это невозможно потому что я живу в небольшой квартире ну найдете вы 23 не знаю место максимум больше все равно это будет одно и то же но постараться сделать так чтобы это было хотя бы приятно глазу и ну как-то не отталкивало что ли зрителя это нужно сделать обязательно и это тоже залог качественных видео также я абсолютно уверена что обязательно блогер должен готовиться к видео я конечно понимаю что это возможно только моя точка зрения и многие говорят что там я вообще вот села и рассказываю то что в голову придет какой-то сценарий я тоже не пишу никаких сценариев но у меня обязательно есть определенные скажем так определенные записи в которых в которые я время от времени подглядываю смотрю что зачем опять же для того чтобы экономить ваше время экономить свое время чтобы четко рассказать то что хочу рассказать я не забывайте что если уж вы рассказываете своим зрителям о том или ином продукте вы должны знать как он правильно называется должны правильно произносить хотя бы самые элементарные марки которые у всех на слуху потому что бьюди блогер который неправильно называет марку самую такую ходовую это просто не знаю преступление я на самом деле очень плохо дружу с английским можете более с французским поэтому если марка мне не знакома если я не знаю вообще как она произносится и лучше напишу где-нибудь вот здесь чтобы не позорить ни себя не марку и эти люди кто умеет кто умеет кто хорошо знает язык они так поймут о чем идет речь или не знаю в интернете google где-то наберут и поймут о чем идет речь и если я не знаю я лучше этого говорить не буду но в любом случае вы должны все-таки подготовиться к видео не только на своих впечатлениях которые конечно важны и они первостепенны то что вы рассказываете об там не знаю помаде креме чем угодно важны вашему зрителю конечно ваши впечатления но также вы должны и иметь информацию о том что скажем вот так вот сама у самой язык заплетается что производитель нам обещает да какой состав и все остальное нужно постараться как-то более глубоко втяну втянуться более глубоко внедриться в эту тему я вообще очень серьезно отношусь к своим видео может быть поэтому я там слишком сейчас может какой-то учительственный тон но на самом деле конечно же нет мне просто кажется что все таки каждый человек который вещает тем более на большую аудиторию он должен понимать что это ответственность в любом случае конечно мы все ошибаемся мы не профессионалы мы там не дикторы мы не косметологи мы говорим о своих собственных впечатлениях но мы всегда должны думать о том о чем мы говорим и желательно все-таки готовиться к видео но это моя позиция все что касается наполнения канала это безусловно конечно только ваше желание но вот я считаю что все-таки наполнение канала должно быть разнообразным но в определенных наверное критериях о чем я говорю если я буду рассказывать вам только о помазе или там только не знаю о чем об уходе наверное через какое-то время вы заскучаете в первую очередь заскучаю я поэтому я стараюсь добавить где-то может быть болтологию где-то может быть там я не знаю что-то какой-то влог ну и то вы может быть заметили что я снимаю влоги такого определенного формата мне частенько пишут вот мы хотим увидеть там жизнь там влог то 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 да все я признаюсь вам что я это моя позиция я не готова слишком глубоко впускать людей которые он по сути я не знаю в свою жизнь поэтому я если делаю влоги то это такие определенного вида поэтому я стараюсь немножко разнообразить канал но в то же время я думаю что не стоит слишком этим увлекаться потому что если я сюда добавлю еще и кулинарию и скажем там не знаю фитнес какой-нибудь да чем я занимаюсь это уже будет не в плюс моему каналу почему потому что человек подписывается на вас да он увидел там кулинарное видео о классно я люблю кулинарию я сейчас подпишусь и потом он увидит у вас там покупки он ведь у вас пустые баночки подписаться-то он подписался рост ваших подписчиков действительно есть он у вас большой но просмотров у вас мало а почему а потому что я пришел смотреть одно а вижу совершенно другое поэтому то что входит в эту тематику это классно это должно быть но если бы я задумала снимать кулинарию а я этого делать не буду потому что я признаюсь к сожалению или к счастью я готовить не люблю вот то я завела бы наверно отдельный канал потому что ну на мой взгляд это правильно но все-таки снимать только одну тематику косметическую тоже вот конкретно для моего канала не в плюс поэтому я стараюсь расширяться но расширяться в определенных границах касается речи блогера конечно вам выбирать только тот формат в котором вы поведете канал или это будет формат более скажем такой не знаю но официальный его можно назвать или это будет там девчонка с соседнего двора но все-таки я думаю вы должны стараться делать вашу речь чище есть безусловно у нас на ютюбе на русскоязычном единичные блогеры слушать которых просто одно удовольствие это конечно же отдали ревьер которую я просто обожаю я слушаю ее мне даже не важная картинка мне не важно о чем она говорит я занимаюсь своими делами я слушаю речь как будто я читаю книгу очень много оборотов речи которые к сожалению сейчас уже вышли не знаю из моды что ли или и истечения нашего времени сейчас немножко все это другое мне приятно я люблю классику поэтому я слушаю ее и это еще раз повторю просто единицы на русскоязычном ютюбе а также моя любимая маша о нашем главном я ее просто обожаю к сожалению последнее время она какой какое-то время у нее был перерыв и больше всего я люблю ее разговорные видео могу просто пересматривать их несколько раз вот сейчас у нее было видео с мамой я к сожалению пока его посмотреть не успела но я тоже обязательно посмотрю ее видео я тоже вот именно даже не знаю как это правильно назвать ее речь ласкает мой слух скажем так она не говорит там какие-то я не знаю это это немножко не то что адель но это не это несколько иное но тоже интересное поэтому все-таки я думаю что нужно постараться как правильно сказать очистить что ли немножко свою речь а я тоже делаю ошибки и я очень благодарна когда мне на них указывать но не в какой-то знаете оскорбительной форме я вообще не приемлю в свой адрес вообще ничего грубого вот ну не знаю это мой пунктик что в жизни что здесь если мне там донесли это в корректной форме я это с удовольствием приму я благодарна я что-то исправлю и таких случаев было очень много и мне это пошло только на пользу я очень рада не только там внешне что-то я изменилась нижней только внутренней но и все что касается речи тоже может быть какие-то вещи я не знала или какие-то вещи приняты именно в нашем регионе потому что понятное дело что в каждом регионе есть какие-то свои там словечки вот какие-то свои обороты когда мне делают замечания тоже принимаю это к сведению но очень важно то как вы это делаете это самое замечание то эти я снимаю видео для новых блоггеров а сама перешла на свой собственный канал и на себя на любимый но прошу прощения еще одна вещь которая очень не помешает новому каналу новому блогеру это взаимодействие с вашим зрителем он про это самое взаимодействие просто необходимо ответы на комментарии социальные сети я вот грешу тем что последнее время у сейчас особенно весна лето будет у меня очень много работы свадьбы монтаж я просто не успеваю и частенько бывает что не пишут там ругают вконтакте о том что вот я вам смотрю написала вам сегодня а вы мне не ответили я вам напишу еще завтра и послезавтра и вот так вот несколько раз я просто прошу прощения я не успеваю отвечать день в день я могу ответить через неделю а могу к сожалению и потом не найти ваш комментарий поэтому чаще всего вы если что-то интересует вас то писать мне лучше всего в контакте или в личное сообщение под видео всегда есть моя почта а вот так если вы даже напишите мне в инстаграме я тоже не всегда могу потому что какое-то количество комментариев потом удаляется до пройти по каждому по каждой фотографии посмотреть это тоже для меня нереально поэтому старайтесь если вы новый блоггер у вас пока не так уж много комментариев я думаю старайтесь взаимодействовать со своим зрителям и обязательно в социальных сетях в комментариях но опять же вот сейчас меня часто просят о перископе я просто физически этого не успеваю я не успею я поэтому даже не завожу перископ потому что мне бы успеть здесь там где-то в контакте в инстаграм здесь на ютюбе поэтому на сегодняшний день пока перископ отменяется я не то что его не провожу я даже не смотрю а еще один вопрос который тоже часто задают начинающие блогеры о том что важнее количество просмотров или количество подписчиков безусловно количество просмотров самое важное потому что бывает что очень много подписчиков а просмотров очень мало а чаще всего конечно такое бывает с такими разноплановыми каналами где намешано все подряд количество подписчиков вроде бы много а просмотры просмотров мало поэтому тут уже конечно решать с самому самому владельцу канала потому что на самом деле они это же важно не важно там количество это это цифра важно то что это это интересно блогерство важно то что это творчество важно то что это общение важно то что это какая-то реализация себя вот что во главе угла особенно когда вы начинаете если дальше ваше дело там пойдет хорошо и вы действительно сможете добиться каких-то высот это ну не знаю это еще лучше это вообще здорово но если нет то в этом тоже нет никакой беды и потому что в эмоциональном плане вот лично я получаю гораздо больше чем в материальном даже сравнить невозможно поэтому а если вы заводите канал заводите как собаку если вы открываете канал и то чтобы зарабатывать большие деньги то тут я вам не помощник если вы снимаете видео конечно же вам в любом случае хочется чтобы просмотров было больше потому что вы вкладываете душу вы вкладываете время вы вкладываете и материальные свои затраты затраты причем очень немаленькие даже с та же самая аппаратура сейчас стоит столько что просто вообще слов нет особенно когда вот такая чехарда сейчас с долларом все это стало в два раза дороже вы вкладываете раз вы вкладываете вы хотите иметь какую-то отдачу отдача это комментарии это просмотры это помощь людям когда тебе пишут что ты вот там спасибо что посоветовала там то вот 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 это мне кажется самое главное по крайней мере для меня пиар-канала нужен ли каналу пиар конечно же безусловно нужен как и любому проекту но на первом этапе когда ваш канал еще такой очень очень молодой то это коллаборации коллаборации с теми блогерами которые с которыми вы общаетесь да когда вы когда вы общаетесь вы делаете общее видео и меняетесь подписчиками это действительно очень такое дело прибыльное в плане подписчиков я имею ввиду она когда у вас три видео и 100 подписчиков и вы пишете на такому же развитому каналу да о том что пропиарь меня пожалуйста то это конечно это конечно так не бывает все таки это как бы как бы грустно не было рыночные отношения сейчас можно купить пиар-канал а я думаю это ни для кого не секрет я бы сейчас с удовольствием пропиарила бы свой канал у какого-то топового блогера естественно не за бесплатно понятное дело потому что я вкладываю для того чтобы получать я бы это с удовольствием сделала просто у меня все как-то я хочу у меня нет время на это мне нужно этим заняться и я ничего не вижу в этом плохого вот ну а вот так вот просто так только то только в том случае когда вы вот вы дружите до каналами вы дружите друг с другом у вас есть общий интересный не так как тебе пишут я обижу этого человека я вообще ее никогда не видела этого блогера я никогда не видела ее видео она предлагает совместное видео это нереально и это так не бывает просто поэтому ей конечно понятное дело это выгодно для чего нужна мне на и самое главное для чего она нужна моей аудитории я не понимаю хотя бы потому что ей 20 лет ну а мне 40 с хвостиком с маленьким хвостиком вот что я еще хочу сказать поэтому пиар и дело хорошее опять же большое количество видео на ютюбе как пропиариться хорошая для начинающих маленьких еще небольших каналов очень хорошее дело размещать свои видео в соответствующих пабликах в контакте я не знаю точно можно ли это делать самостоятельно или обращаться надо к администратору к админу я этим не занималась поэтому не знаю но это тоже очень хорошая вещь когда ваше видео больше больше смотрят и распространяют везде и тогда естественно вас прибавляется подписчики это и есть пиар что касается негатива на канале то об этом миллион раз говорили и я тоже говорила но так как видео все-таки для начинающих блогеров я вам скажу что когда у вас мало подписчиков когда у меня было их 2000 то и дизлайков и каких-то плохих комментариев было единицы я думала о классно ничего себе ну я вообще прям я молодец но конечно понятное дело с ростом подписчиков все больше прибавляется людей которые недовольны чем-то которые ставят дизлайки которые пишут что-то хотя на моем канале мои постоянные зрители знают что атмосфера как правило позитивная атмосфера хорошая и каких-то склок и руганий всегда очень мало я пресекаю это на корню и мне это не нужно это точно и за счет этого пиарить свой канал я не собираюсь поэтому мне нужно чтобы все было спокойно красиво и с чувством с толком с расстановкой поэтому старайтесь спокойно относиться к негативу есть отличная функция на youtube блокировки пользуйтесь ею с удовольствием и никаких проблем не будет и что касается советов которые у нас очень любят давать советы это дело хорошее когда мне мои зрители дают советы я в большинстве случаев бываю благодарна потому что большое количество продуктов было куплено по совету моих зрителей и внешне я изменилась и внутренне я изменилась но все вот эти советы которые на вас сыпятся их нужно фильтровать не нужно принимать их все на себя потому что сегодня вам написали что вот эти вот вытянутые волосы вам вообще вот так классно какая вы молодая и вообще завтра вам напишут вот это что это что сделай кудряшки кудряшки тебе намного лучше ты побежишь делать кудряшки конечно нет ты будешь делать так как нужно тебе и тебе скажут там у тебя какой-то желтый цвет волос очень неприлично это что у тебя на голове и ты побежишь эти волосы ну это я образно говорю да более холодный цвет делать а завтра тебе напишут это вообще зачем холодный цвет у тебя же цвет лица сразу серый то есть никогда не нужно принимать все 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 что вам пишут писать будут много но ищите то зерно которое вам нужно ищите то важное и хорошее что хотят до вас донести потому что ваши зрители это не ваши враги они ваши союзники они ваши как это правильно называется слово очень хорошее слово но я его забыла вот но я его напишу обязательно как это слово называется так вот любите своих зрителей потому что без них не существует не не может существовать ваш канал если вас не будет смотреть то тогда для чего вам это нужно для самой себя но это это сказки которые по моему уже давно никто не верит снимаем мы видео для зрителей и именно для них мы и стараемся для них мы все и делаем но и естественно ту отдачу эмоциональную какую мы имеем от своих зрителей мы вот 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 это то что нужно особенно на первых порах последнее о чем я хочу вам сказать буквально вот сегодня я получила сообщение от начинающего блогера она мне сказала а танюша вот как ты думаешь есть разница между того где ты живешь вот допустим там какой-то столице да или в провинциальном городе конечно же ответила ей конечно же есть огромная огромная разница потому что находясь в какой-то столице не знаю в большом мегаполисе там не обязательно это москва я говорю сейчас в принципе и и о любом городе другой какой-то страны это здорово у вас больше возможностей я получаю просто огромное количество писем предложений и какой-то новый аппарат салон и какой-то какие-то там я не знаю новые там ну не стрижки какие-то специальные для волос на лечение и вот фестиваль того-то и вот такое-то и то-то и то-то презентации куча всего почему-то уверены все что я живу в москве я в москве не живу у меня нет возможности там побывать мне этого очень хочется на живу я очень далеко в провинциальном городе за 7000 километров а если вы живете за границей так это вообще конечно же это прибавляет вам подписчиков я в этом уверена потому что у вас всегда есть что интересного рассказать у вас есть где побывать и что рассказать какие-то новые то есть новинки появляются и вас приглашать на эту презентацию вы можете эти новинки об этих новинках рассказать своим зрителям это классно я живу в городе провинциальном ничего такого особенного у нас здесь не происходит но тем не менее я его очень люблю и я обязательно сниму вам отдельное видео комсомольский на амуре президент путин обещал нам обещал что город наш начнет развиваться наконец-то и потому что это город легендарный это город легендарной историей я постараюсь вам об этом обязательно рассказать но все-таки вернусь к тому что разница между блогерам в провинции и блогерам в каком-то мегаполисе и большом городе действительно есть и я в этом уверена тоже свое получасовое а может быть даже 40 минут на видео я заканчиваю если я не ответила на какие-то вопросы они у вас есть то вы задавайте их или в контакте или здесь под видео я обязательно отвечу я желаю вашим каналам начинающим и вам начинающим блогерам самого главного это музы это творческого какого-то не знаю потенциала чтобы вам хотелось это делать когда у блогера горят глаза когда он делает это с удовольствием это видно это притягивает людей и это как раз то что нам нужно это то что мы наверное и ждем от своего хобби на этом все всего вам хорошего мы обязательно с вами еще увидимся